всем привет сегодня как и обещал сделаю гармонизацию мажорного лада большим мажорным септаккордом то есть я сделаю ту работу которую не сделал скотт и покажу вам как правильно должен был скотт выполнить гармонизацию данное задание давайте вкратце вам напомню о чем шла речь что бы получить аккордовую гамму мы берем гамму соответствующую какому-нибудь аккорду и строим этот аккорд вниз от каждой ступени этой гаммы так мы помним что скотт ошибся с ладом он выбрал лидийский мажор вместо натурального но давайте по порядку и сначала итак мы будем гармонизовать мажорный лад большим мажорным септаккордом большой мажорный септаккорд это тонический аккорд натурального мажора то есть из 7 ступеней натурального мажора 4 звука являются аккордовыми то есть 1 3 5 7 ступень это аккордовые ноты нашего большого мажорного септаккорда и построить большой мажорный септаккорд от аккордовой ноты что вниз что вверх особого труда не составляет на рисунке вы можете видеть эти четыре аккорда от 1 3 5 и 7 ступени это аккордовые звуки и гармонизация здесь особого труда не составляет давайте вкратце пробегусь по аппликатурам первый аккорд первый аккорд на первой струне первая ступень на 2 5 на 3 3 на 4 7 то есть это большой мажорный септаккорд септимой в басу то есть это секундаккорд 3 ступень от 3 ступени вниз на 1 струне 3 ступень на 2 7 на 3 5 на 4 1 то есть мы видим большой мажорный септаккорд с тоникой в басу в принципе тот аккорд который скотт построил правильно единственно правильный построенный аккорд дальше от 5 ступени вниз на 1 струне 5 ступень на второй первое на 3 7 на 4 3 это большой мажорный септаккорд с 3 ступенью в басу то есть это первое обращение квинт секст аккорд дальше вот 7 ступени вниз на 1 струне 7 ступень на 2 3 на 3 1 на 4 струне 5 мы получили большой мажорный септаккорд с квинтой в басу то есть с 5 ступенью в басу это второе обращение то есть терц кварт аккорд так с аккордовыми звуками мы разобрались с аккордовыми звуками все достаточно просто теперь приступим гармонизации 2 4 и 6 ступени лада так как скотт гармонизацию выполнял 4 звучными аккордами то есть он использовал 4 звучные аппликатуры я постараюсь тоже не отклоняться никуда и гармонизовать это 4 звучными аппликатурами но тут надо понимать сложность самой гитары как инструмента гитара инструмент достаточно ограниченный в аккордовом отношении то есть получается с одной стороны гитарист ограничен количеством пальцев до 4 пальца с другой стороны гитарист ограничен количеством струн их всего шесть то есть больше чем шесть звуков гитарист одновременно сыграть не может и есть третий момент это расположение нот на грифе гитары то есть доступ к самим нотам они не всегда расположены в доступном месте поэтому гитара в этом отношении достаточно сложный инструмент но и теперь в двух словах что будет происходить так как наш аккорд состоит из четырех звуков и в нем должна будет появиться одна не аккордовая нота то есть пятый звук нам придется один из аккордовых звуков выбросить из аппликатуры давайте же разберемся какие звуки какие ступени мы можем выбросить в первую очередь можно выбросить пятую ступень пятая ступень не является характерной ступенью иногда можно выбрасывать первую ступень то есть можно жертвовать тоникой такие аппликатуры используются обычно в аранжировках когда тоника у какого-нибудь другого инструмента например в басу или где-нибудь в клавишных тогда гитарист может использовать аппликатуры аккордов без тоники третью ступень выбрасывать нельзя ни при каких условиях потому что 3 ступень это основа мажорности при наличии 3 ступени мы будем говорить о мажорном или минорном наклонении аккорда также мы не можем выбросить 7 ступень потому что при отсутствии 7 ступени мы уже не можем говорить об аккорде как о септаккорде когда в аккорде отсутствует 7 ступень это будет что угодно но уже не септаккорд вот так что рассмотрим два варианта с пропущенной 5 ступенью из пропущенной тоникой и так от второй ступени лада вниз на 1 струне 9 ступень на 2 струне 7 на 3 струне 3 на 4 1 у нас получился большой мажорный нон аккорд с пропущенной 5 ступенью то есть в данном случае наша вертикаль сохраняется от ноты до то есть просто отсутствует квинта но появилась нота которая является естественным продолжением вертикали доме соль си р пятую выбросили р включили и второй вариант это малый минорный септаккорд ми малый минорный септаккорд который скотт тоже предложил на 1 струне 9 5 на 2 5 на 3 3 на 4 7 ми малый минорный септаккорд это аккорд с пропущенной 1 ступенью то есть это вариант когда отсутствовать будет у нас тоника аккорда вот ну и ми минор является естественным продолжением вертикали до мажорный до ми соль си ре ми соль си ре ми малый минорный септаккорд ми малый минорный септаккорд является одном функциональной заменой большому мажорному септаккорду то есть к нашему до мажору и так четвертая ступень четвертую ступень можно гармонизовать двумя способами первый способ это бесстрецовый то есть третью ступень заменить на четвертую на первой струне 11 ступень на 2 7 на 3 5 на 4 1 то есть у нас получается большой мажорный септаккорд задержанной 4 ступенью второй способ на первой струне 11 ступень на 2 1 на 3 7 на 4 3 звуки фа до си и ми образуют собой аккорд фа большой мажорный септаккорд с повышенной 4 ступенью то есть это разно функциональная замена к нашему до большому мажорному септаккорду здесь отсутствует пятая ступень на рисунке можете видеть аппликатуру этого аккорда так 6 ступень 6 ступень гармонизовать так просто не получится потому что шестая ступень находится в торцовом соотношении с тоникой нашего аккорда то есть до мажором из лекции об аккордах 6 13 ступенью вы знаете что 6 13 ступень к корну добавить нельзя не получится поэтому гармонизовать безболезненно 6 ступень лада до большим мажорным септаккордом не получится итак первая струна 13 ступень вторая струна 3 ступень 3 струна 7 5 струна 1 тут пришлось сделать шаг на пятую струну это вариант у нас пропущенной квинтой ну и звуки ля ми си до дают нам аккорд для минорное трезвучие с добавленной девятой ступенью на рисунке вы можете видеть этот аккорд второй способ это способ с пропущенной тоникой на первой струне 13 ступень на 2 3 на 3 7 на 4 5 звуки ля ми си соль это ми минорное трезвучие с добавленной 11 ступенью то есть это в принципе однофункциональная замена и тоже имеет право на жизнь то есть два варианта гармонизации также как и с 9 ступенью и с 11 так подведем итог вы можете видеть картинку которую должен был показать нам скотт то есть у скота должна была бы получиться вот такая вот картинка с такими вот аккордами если бы он гармонизовал натуральный мажор большим мажорным септаккордом но у скота получилась другая картинка скотт с натяжкой угадал два аккорда так что можете делать выводы о адекватности его образования вообще я бы сказал что скотт хендерсон и музыкальная наука это как две параллельные линии то есть пока они нигде еще не пересекаются на сегодня все в следующем видео я покажу вам как скотт пытался гармонизовать лидийский лад малым мажорным септаккордом как он пытался в лидийском мажоре понизить седьмую ступень смотрите будет весело записывайтесь на занятия и гарантированно будете знать больше чем скотт и все его последователи с вами был александр виноградов до новых встреч